МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на принятое СНБО решение и подписанный президентом указ о начале общегосударственной блокады Донбасса, на редутах разъезжаться по домам не намерены. Последние новости узнаем у Руслана Смещука. Он находится на востоке. Руслан, здравствуй. Расскажи, что сейчас в эти минуты происходит на блокпостах? Добрый вечер, Катя. Ну вот после трех суток непрерывной эскалации конфликта, эскалации скандала вокруг торговой блокады, здесь наступила некая пауза. Сегодня на редутах и блокпостах было относительно тихо. Ну то есть никто не стрелял, не было стычек, столкновений между участниками блокады и правоохранителями, хотя нам рассказали, что на редутах все же ожидает возможного штурма и фиксируют маневры силовиков. Сегодня мимо нас проезжали спецтехника, то есть это джип и козак. Такие маневры у нас не случайно. На протязи последних трех дней маневры технику и особенным складом нацполиции и нацгвардии, они достаточно частые, но в принципе мы готовы к любому ситуации, к любому развитию событий. Также нам рассказали, что участники блокады с недоверием относятся к вчерашнему заявлению власти о начале общегосударственной блокады неподконтрольных районов Донбасса. Вот, как говорят сами блокадники, правительство, по их мнению, может найти лазейки и негласно восстановить товарооборот с оккупированными территориями. Такая сложная ситуация, она не достаточно пометна для пересечных граждан. Это говорится о тех предприятиях, которые национализировали так называемый ДНР. То есть, если Ордло повернет, начебто повернет в Украине эти предприятия, то мы что, снова таки начнем торговать? Я вижу, что это разумное решение только в одном случае, если фронт переместится на кордон с Российской Федерацией. Докануне участники блокады попытались восстановить редут в районе железнодорожной станции Кривой Торец, но были остановлены. А глава Донецкой полиции Вячеслав Аброскин в своем аккаунте в Фейсбуке обвинил народного депутата Владимира Поросюка в подкупе родственников. По словам Аброскина, якобы Владимир Поросюк обещал деньги за участие в акции своему двоюродному брату, о чем тот якобы сообщил полицейским во время допроса. Это последние новости к этому часу. Ну а мы продолжаем следить за развитием ситуации вокруг торговой блокады здесь на Донбассе. Студия. Руслан, спасибо тебе. Это был Руслан Смещук. Он продолжает следить за ситуацией на редутах и блокпостах. Обеспокоены блокадой сегодня были и министры. Снова стали пугать украинцев чрезвычайными мерами в энергетике. Значит ли это, что у нас потушат свет? Прогнозами поделился Александр Васильченко. Он следил за работой министров. Энергетическая и экономическая блокада на Донбассе не отвечает интересам Украины. Такими словами Владимир Гройсман сегодня открыл заседание правительства. Премьер считает, это ставит под угрозу экономический рост страны. Он подчеркнул, действия участников блокады координируются со стороны государства-агрессора. Как каждый день коллегам сказал, россияне все сделают для того, чтобы прекратить поставление нашего украинского вугиля, для обеспечения нашей энергетической независимости. Было такое. О негативном влиянии блокады говорит и министр финансов. По предварительным подсчетам падение ВВП страны составит порядка 1,3%. По словам Данилюка, это средний сценарий, но показатель может быть и ниже. Тем временем министр энергетики и угольной промышленности утверждает, ситуация сложная, но пока контролируемая. Не смотря на то, что в энергетической сфере створили надзвучайные условия функционирования, уже почти 60 дней мы функционируем, в таких условиях, то должен сказать, что объединенная энергосистема работает в штатном режиме, обмежений по споживанию верных отключений с усилиями, которые прикладает Министерство и Кабинет Министров в Украине, нет. И то, что вы вспомнили сегодня, что в липень месяце поднимали это вопрос, оно отыграло также великую роль. Ты помнишь, каждый день он сказал. О роли действий на опережение говорит и сам глава правительства. Гройсман считает, удержать энергетический сектор на плаву удалось благодаря увеличению запасов энергоносителей в зимний период. Премьер заявил, в этом отопительном сезоне Украина полностью отказалась от российского газа, что способствовало началу энергетической независимости страны. Но блокада пошатнула ситуацию, так как сэкономленный энергоресурс не безграничен. Пропоную коллеги продолжить надзвичайные заходы в энергетике еще на месяц. Надзвичайные заходы, это не надзвичайный стан, это надзвичайные заходы, позволяют нам змінить режим регулирования и функционирования энергетической системы. Минимизировать негативные последствия премьер предлагает путем экономии угля марки «Антрацит». Он используется в металлургическом и электроэнергетическом секторах. До конца года нам нужно всего-навсего, чтобы обеспечить 4,2 миллиона тонн. С 9,5, которые должны были, которые реализовывались в 2016 году. Это по «Антрацитам» ты скажешь? Да. Как альтернативу Кабмин утвердил проект «Днестровская ГАЭС». В этом году там начинает строительство второй очереди четвертого гидроагрегата. Закончить планируют в 2020-м. По предварительным расчетам проект обойдется практически в 3 миллиарда гривен. По словам руководства станции, это значительно повысит эффективность работы ГАЭС и уменьшит потребление «Антрацита». «Днестровская ГАЭС экономит в год миллион 100 тысяч тонн вугиля и приблизительно 250 миллионов метров кубичных газов». Сейчас мы подтверждаем с вами проект четвертого агрегата. Это еще будет уменьшение на 1 миллион тонн вугиля. Однако министр экологии заявил, в разработке проекта не участвуют специалисты его ведомства. А строительство таких масштабов может повлиять на окружающую среду. Поэтому должно проходить под надзором экологов. Без позитивного висновка государственной экологической экспертизы не можно реализовывать этот проект, даже его финансировать. Поэтому, коллеги, я бы просил включать Министерство природы в дискуссию при подготовке. То, что это протокольное доручение, отдельное протокольное доручение, Володой Борисович, вы же сегодня обратили внимание и всех членов Кабинета Министров, что протокольное доручение очень часто не выполняется. Я бы хотел застерегти нас всех от невыконания законодательства. А это будет вам доручение, вы его выполняете, Остар Михайлович. А пока министры разбирались, кто должен поставить разрешительную подпись под строительством Днестровской ГАЭС, Гройсман заверил, перебоев со светом быть не должно, энергетическая отрасль работает в штатном режиме. По крайней мере, еще месяц. Александр Васильченко, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. О чрезвычайном экологическом положении сегодня заговорили замглаву нацполиции и генпрокурор. Вячеслав Оброскин пожаловался в фейсбуке на то, что мусорные караваны уже в Донецкой области. В Покровске задержали пять фур со львовским мусором. Видимо, ближе ничего не нашли, пишет Оброскин, чем везти мусор за 1200 километров. По его словам, директор Покровской городской свалки заключил со львовской фирмой Гринера Украина договор о приеме мусора на год. Но только потому, что у предприятия нет денег на оплату коммуналки. Замглава нас полиции потребовал, чтобы мэр райцентра отреагировал на ситуацию. И сегодня же о мусорном деле говорили в парламенте. Генпрокурор, хотя мэр Львовый Андрей Садовый и настаивал, что причиной пожара на городской свалке является поджог, Харьковские эксперты, по словам Юрия Луценко, недавно опровергли эту версию и вынесли вердикт, это было самовозгорание из-за нарушения технологии утилизации мусора. В любом случае ответственность за ненадлежащую эксплуатацию свалки, уверен генпрокурор, должны нести должностные лица Львовского горсовета, на балансе которого находится полигон. В результате вопроса ответственности службовых людей, как самого коммунального предприятия, и им уже оголошено подозрение, так и их безпосредственных руководителей в Львовском районе. Кто эти безпосредственные руководители сейчас должен установить следствие? Соглядя на звинувачение о каких-то политических аспектов в этой справе, я вчера принял решение, что эту справу заберу с Львовской областной прокуратуры и передам в другую область, например, Ривненскую область, которая завершит следствие и установит правовые подставы для оголошения подозрения. Те посадовые особи, которые не зарегировали на листы коммунального предприятия про финансовую допомогу. Прокомментировал Луценко и вчерашние события в парламенте, а именно приход силовиков. Нарушение регламента очевидно, но есть ли нарушение закона? Посмотрим, сказал генпрокурор и добавил, что ГПУ готова дать оценку случившемуся, если будет соответствующее заявление нардепов. А вот как нардепы отреагируют на выход из Лукьяновского СИЗО Романа Насирова, мы, видимо, узнаем завтра. По последней информации, залог в 100 миллионов гривен за него внесла супруга. Мой коллега Олег Решетняк находится возле здания изолятора и чуть позже выйдет в эфир с последними новостями. Сами же избранники, похоже, пережили день вчерашний и сегодня работают, как ни в чем не бывало. За повесткой дня в парламенте сегодня наблюдала и я. Сегодня в радио все настолько спокойно, как будто и не было вчерашнего сорванного заседания и прихода силовиков. Правда, спикер появился и говорит, что все события расследуют. Вчера произошли инциденты в парламенте, когда я пребывал на заседании Ради национальной безопасности и обороны. Хочу сказать, что все инциденты будут выучены. И я дал доручение провести расследование. И с привода того расследования я обоисково проинформую и ГОИ фракций, и депутатов. А пока оценивают работу самого Порубия. И в коалиции еще минус нардеп. Пане Голово, из-за того, что вы порушуете систематично регламент, вы сделали с парламентом чебуречную. И я не могу дальше заходить из коалиции, которая ведет до такого бардака. Я выходу из коалиции. Вот моя заявка. Самопомощь сегодня, как воды, в рот набрала ни блокирования, ни ультиматумов. Ультиматумы только в оппозиционном блоке требуют вернуть вчерашнюю повестку дня. Наша фракция приняла решение, пока не будут рассматривать законы авторства не только нашей фракции, а и других, которые касаются переселенцев, которые касаются реальной поддержки населения, мы не будем голосовать и принимать участь в голосованиях за политические вещи, которые, возможно, интересны политическим силам, но не имеют ничего спорного с реальными нуждами граждан Украины. Но коалиция намерена придерживаться своей повестки дня и о своих вчерашних требованиях сегодня тоже позабыла, как передумала увольнять и Оксану Сыроид. Я не слышал, чтобы кто-то взбирал какие-то подписи, или не полегал на том, чтобы выноситься вопросы на расследование регламентного комитета. В общем, я против. Вот то, что вы видели вчера, это было нарушение закона, а то, что вы видели сегодня, это процессы куларных переговоров. Украинская политика. Сегодня не поднимался вопрос уже Сыроид, и сегодня сама помощь уже как бы не бунтует. О важности законопроектов в Раде первым делом говорит присутствие генпрокурора. Он пришел с правками в УПК о заочном осуждении. Но сначала в Раде перерыв. Депутатам вовремя не раздали сравнительную таблицу, чтобы выяснить, что изменилось в документе после первого чтения. Здесь сама помощь и проснулась, увидев поправку, с которой не согласна. Еще больше об этой поправке спорили в зале. В итоге генпрокурор пошел на компромисс. Чи можно заключать угоди в випадках расследования деятельности террористических организаций? С одного боку, женщина-наводщица может сдать руководителей террористической организации, которые ей известны, и суд может закрепить эту угоду. С другой стороны, общество еще не привело дискуссию с этого привода. Я могу с этим погодиться. Поэтому я бы предложил проголосовать за этот закон, который уже завтра, в разе его подписания, даст возможность начать судебный процесс по 190 справок, что находятся в суде в заочном порядке, включающих экс-президента Януковича. Но, голосуя в целом, я бы предлагал в залу снять слова террористической организации. Закон приняли. Даже Батьковщина проголосовала. Правда, из собственных побуждений. Этот закон про заочное засуджение будет использоваться не только для тех, кто был в владе Януковича. Он будет использоваться для сегодняшних можно влацов, для сегодняшних высокопосадовцев. Потому что они, на самом деле, такие сами, как и предыдущие. Также успешно Рада проголосовала, правда, пока в первом чтении, закон о квотах на телевидении. Согласно ему, 75% эфира будет на украинском языке. Но над тем, как идеи реализовать на практике, еще будут думать до рассмотрения во втором чтении. Еще парламент создал электронный реестр военнообязанных для того, чтобы знать, сколько в Украине призывников и оптимизировать мобилизацию. Также Рада усилила ответственность бойцов, в том числе за употребление спиртного. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Иван Ерымков, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. А вот европейские депутаты ждут объяснения от Киева относительно вчерашнего решения СНБО о блокаде. В мире попросту не понимают, почему Киев пошел в разрез с финскими договоренностями и ждут от украинских властей конкретики. Наш европейский корреспондент Елена Абрамович сегодня видела, с какими заголовками вышли западные СМИ. Она на связи со студией. Елена, здравствуй, расскажи нам, как в мире реагируют на решения Совета Национальной Безопасности. Тебе слово. Западные медиа вышли с громкими заголовками. Так, немецкая Süddeutsche Zeitung написала о том, что раскол Украины усиливается, и украинская сторона, цитирую, предприняла слишком мало действий против украинских националистов, которые устроили блокаду. Американское аналитическое издание, аналитическое издание The National Interest, пишет, что группа упрямых радикалов берет страну в заложники. И называют шаги президента Порошенко очевидным разворотом после официальной критики незаконной блокады. Не увидели позитива в действиях Киева и журналисты The New York Times. Решение правительства о формализации блокады не предвещает ничего хорошего к мирному процессу в Украине, успех которого является важнейшим первым шагом в попытках администрации президента Трампа улучшить отношения с Россией. Отреагировали. И в Париже Франция крайне обеспокоена и призывает снять блокаду. Сообщили в МИДе страны. А глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Менгарели выразил удивление и сообщил, что в ЕС ждут объяснений. А также подчеркнул, конфликт на Донбассе невозможно решить без помощи вне. Многие трудности, с которыми столкнулась Украина, далеки от решения. В первую очередь страна стала жертвой российской агрессии. Конфликт на Донбассе невозможно решить внутри Украины. Мы знаем, чего стоит этот конфликт и в политическом, и в экономическом плане. Словом, Катя, без внимания. Этот вопрос не остался. И официальная реакция ЕС еще последует. Это была Елена Абрамович. Принятие квот для телевидения сами авторы закона. По словам нардепа от Народного фронта Виктории Сюмар, распределение 75% украинского и 25% любого другого языка в эфире вполне соответствует демографической ситуации в Украине. Мы говорим про допустимую межу мов национальных меньшин, которые проживают в Украине. Это 25%. Это приблизительно соответствует демографической ситуации, которая сегодня есть в Украине, и соответствует европейским подходам и европейским нормам. Однако такие цифры противоречат данным социологов. Согласно последним опросам центра Разумкова, в быту на русском говорят более 40% украинцев. При этом почти половина опрошенных вообще против каких-либо языковых ограничений. Прифронтовая зона Донецкая область, Бахмут, бывший Артемовск. Один из таких городов. Здесь большинство говорит на русском. Украинские телеканалы, вещающие на русском, для многих тут основной источник информации. Местные жители против языковых квот. Много и армян, и азербайджанцев, и турков. И у нас тут, мне кажется, даже все национальности преобладают. И ломают этот русский язык, но они его как-то понимают. Украинский они понять не смогут. Мы не хотим отделяться, мы не хотим... Ну мы хотим жить нормально, а вот если я говорю по-русски, почему я не умею по-украински говорить красиво и правильно. Подобные языковые ограничения могут привести к тому, что жители таких городов попросту переключатся на российские телеканалы. А значит на российскую пропаганду, говорят эксперты. На многих домах, как вот на этих, здесь есть спутниковые тарелки. Да и без них настроиться на запрещенное российское ТВ дело нескольких минут. И если Украина потеряет информационное влияние на такие регионы, это уже станет угрозой нацбезопасности. Такие нормы, если они начнут действовать, очевидно, они будут бить на... еще дальше отдалять идеи возможной реинтеграции людей. Украинцы, наши граждане нашей страны, которые говорят по-русски. Очевидно, что для них тем самым существует еще дополнительный... ну такой некий барьер. Тем больше они будут ощущать часть граждан некой отчужденной. Аудитория российских каналов, которая заметно упала, действительно, за последние три года, ну мы будем наблюдать обратную тенденцию. Если мы хотим доносить украинскую позицию, то аудитория преимущественно русскоязычная, то надо обращаться на том языке, на котором люди думают, живут, говорят, используют в быту. По мнению авторов законопроекта, квоты 75 на 25 приведут и к росту производства отечественных телепрограмм, фильмов и сериалов. Однако еще прошлой осенью в Совете Европы предостерегли Украину от принудительных мер в этой сфере, заявив, что ограничения продаж иностранной телепродукции противоречат европейским нормам. Не запрещать, а наоборот развивать и украинский, и русский языки призывают и в оппозиции. Продолжается ганебная практика, когда чувствительная тема поддержки украинского, поддержки украинской мовы и украинской культуры действует шляхом забороны других мов, действует шляхом ограничения для национальных меньшин, граждан Украины. Поддержка украинской мовы должна идти в первую очередь шляхом развития и шляхом преференции с боку державы, а не шляхом заборон и обмежений, шляхом дискредитации таким чином державной мовы нашей страны. Так от кого же авторы хотят защитить украинский язык? И не окажется ли, что квоты лишь ослабят нас в информационной войне с агрессором? И кому они тогда выгодны? Над этими вопросами теперь предстоит задуматься нардепам перед тем, как рассматривать закон во втором чтении. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Четыре человека погибли в результате взрыва на заводе «Запорожкокс». Известно, что в это время на территории предприятия подрядчики проводили газосварочные работы. Три человека погибли на месте, еще один скончался в карете скорой помощи. По предварительной информации, взорвался газ, скопившийся в одной из емкостей, которая находилась недалеко от места работы. На самом «Запорожкоксе» факт взрыва подтвердили, но заявили, на работу завода инцидент не повлиял. Работает в штатном режиме, перебоев нет, для города ничего не грозит, утечек, ничего нет, все хорошо. Произошел ЧП, да, есть ЧП, мы разбираемся. Разберемся, мы готовы вам представить всю информацию. И там же, в Запорожье, детективы НАБУ провели сегодня обыски в здании местной обл. администрации и не только. Чем была вызвана такая активизация антикоррупционных органов? Расскажет Сергей Бордюжа. Детективы НАБУ сегодня сорвали все планы запорожских чиновников. Вместо торжественного собрания по случаю дня работников жилищно-коммунального хозяйства и переговоров по вопросу строительства ветровых электростанций, губернатор и его замы вынуждены были предъявлять незваным гостям документы. За списком мы надавали документы, которые касаются, ну, то, что я надавала. Это материалы наших заседаний, коллеги, регламент работы областной администрации, посадовые инструкции и так далее. Обыски проходили не только у первых замов, но и в кабинете главы области. Наведались детективы НАБУ и еще несколько госучреждений, в частности, госгеокадастер. Что искали в НАБУ не говорят, но на их странице в фейсбуке днем появилось короткое сообщение. Следственные действия связаны с растратой чиновниками 115 миллионов гривен, как областного госгекадастра, так и самой обл. администрации. Несколько прояснил ситуацию губернатор. Он был на удивление в хорошем настроении и сказал, что обысков не боится. А касаются они операции «Урожай-2016». Идея «Урожай-2016» это было элементарное наведение порядка в земельной сфере между субъектами, которые проводят свои хозяйственные деятельности на территории Запорожской области, для выведения с тени таких субъектов хозяйственной деятельности, для того, чтобы плата за землю поступала в бюджеты громад, а не седала в карманы чиновников. Глава области также заявил, что лично заинтересован в объективном расследовании данного уголовного производства. А пока детективы будут разбираться, кто виноват, местные чиновники уже готовятся к новой операции «Урожай-2017». Сергей Бордюша, Игорь Воробей, подробности, телеканал «Интер», Запорожье. А вот прокуратура в том же Запорожье задержала подполковника полиции. Говорят, его подозревают в причастности к похищению и убийству мужчины. Произошло это еще в декабре 2015-го. По информации следствия, правоохранитель вместе с подельниками похитил из больницы мужчину. В машине его задушили, а тело вывезли в лесопосадку. Во время обыска в квартире нашли оружие и боеприпасы. Неспокойно сегодня и во Франции. 17-летний подросток открыл стрельбу в здании колледжа. Инцидент случился в городе Грасс на юге-востоке страны. Восемь человек получили ранение. Подозреваемого задержали. Ранее он не был известен службам полиции и разведки. По предварительной информации, главной мишенью был директор учебного заведения. А в Париже трагедия произошла в офисе Международного валютного фонда. В результате взрыва ранена женщина. Пострадавшая открывала пришедшую по почте посылку, когда раздался взрыв. Президент Франца Алант уже назвал случившееся терактом. Позже стало известно, что греческие леворадикалы из группировки «Заговор пожарных» взяли на себя ответственность за происшедшее. Глава МВФ Кристин Лагард осудила этот инцидент, назвав трусливым актом насилия. За несколько дней до этого осуществлялись телефонные звонки с угрозами. Однако пока неизвестно, связаны ли они со взрывом. Посылка взорвалась, когда секретарь пыталась ее открыть. Похоже на пиротехнику или даже большой фейерверк. Это самодельное устройство, ни в коем случае не бомба. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон рассчитывает на тесное сотрудничество с Германией в случае победы на выборах. Об этом он заявил сегодня по итогам встречи с канцлером Ангелой Меркель в Берлине. Особенно в свете предстоящих испытаний для Европы, таких как выход Великобритании из ЕС. Известно, что предвыборный штаб кандидатов в президенты уже несколько месяцев добивался встречи с Меркель. Гавайи против Трампа. В курортном штате суд заморозил новые иммиграционные указы американского президента. Что Трамп намерен предпринять в ответ и как в условиях жесткой борьбы внутри страны он найдет общий язык с Ангелой Меркель, которая уже завтра будет в Вашингтоне. Дмитрий Анопченко знает ответы. Такого можно было ожидать от кого угодно. От вечно недовольного новым президентом Нью-Йорка, от сочувствующего иммигрантам Лос-Энджелеса, и даже от столицы, где все голосовали за Клинтон, но удар в спину нанесли курортные Гавайи. Там судья приостановил действие нового иммиграционного указа Трампа. Причем его решение обязательно к исполнению по всей стране. Затем, для верности, такое же решение принял суд в Мэриланде. Указ должен был вступить в силу в полночь 15 марта. Аналогичный тому, что Трамп уже подписывал о запрете на въезд гражданам шести стран Ближнего Востока и Северной Африки, населенных преимущественно мусульманами. Но противники нового президента его опередили и намерены и в дальнейшем через суды блокировать любые начинания. У Трампа теперь нет выхода, кроме как дойти до Верховного Суда. Заморозку своего указа он называет шагом политическим, что в принципе недалеко от истины. И показывает, насколько сильна борьба между старой и новой командами, между либералами и консерваторами. Борьба, в которой и республиканцы, и демократы намерены идти до конца. На фоне очередного скандала президенты примет Ангелу Меркель, переговоры уже завтра, и все гадают, о чем будут говорить и найдут ли общий язык. В МИДах обеих стран прогнозы разнятся. Госдепартамент Оф-де-Рекорд сообщил журналистам, что обсудят уровень участия Вашингтона в решении украинской проблемы. А еще Трамп попросит Меркель поделиться опытом общения с Путиным. Дескать, как с ним разговаривать. Тем более, что она 2 мая летит с визитом в Москву. МИД Германии сформулировал тему встречи немного по-другому. Меркель намерена лично изложить Трампу свою позицию по ключевым вопросам. А еще поговорить о стратегических амбициях России. Но как бы ни сформулировали тему встречи дипломаты, для самих ее участников наверняка намного важнее другое. Поговорить без свидетелей, посмотреть в глаза и понять, насколько могут доверять друг другу лидеры двух стран, которые при любом президенте и при любом канцлере обречены быть стратегическими партнерами. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. После автодора хоть трава не растим. Зачем коломейские строители полгорода в асфальт закатали? Униженные и оскорбленные, как у харьковских учителей, заработанную землю под дачи отобрали. Иск Украины в Международный суд ООН – это только первый шаг к привлечению России к ответственности за преступления в аннексированном Крыму и на Донбассе. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время встречи с представителем Украины в Международном суде в Гааге Еленой Зеркаль, главой МИД Павлом Климкиным, главой Минюста Павлом Петренко, генпрокурором Юрием Луценко и главой СБУ Василием Грицаком. Порошенко подчеркнул, что основная задача сейчас – вернуть контроль над границей. Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен еще на год. Впрочем, это не останавливает боевиков. Сегодня они 35 раз стреляли по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии. В то же время удалось полностью восстановить электроснабжение в Авдеевке, а запуск у Донецкой фильтровальной станции планируется в пятницу, при условии, что не будет обстрелов со стороны наемников. А наша съемочная группа побывала сегодня в так называемой серой зоне неподалеку от Горловки. Как выживают люди на линии огня, видела Ирина Баглай. Шумы на карте – это населенный пункт между Горловкой и Торецком, а фактически уже село-призрак. 65 домов было тут. Ну а сейчас тут мы вдвоем живем, я еще один. Нине Дмитриевне девятый десяток, она родом из Житомирской области, помнит, как переехала сюда еще ребенком. Потом приходилось бежать от войны. Когда немцы зашли сюда, шахту взорвали, мы поехали домой. Ну дома там побыли, пока два немца угнали, и тогда по братству приехали. От второй войны уже в преклонном возрасте решила не бежать. И даже про обстрелы говорит без страха. Вот три года живу, и три года под пулями. Вот нема сегодня света, не знаю еще. Хлопцы, что света нема? Столб поваленный. От ветра заводила, да? Ну, он, видно, был подбитый. Шумы – это серая зона. Сюда вход вооруженным людям запрещен. Но для Нины Дмитриевны и ее соседа зачастую солдаты – единственная связь с мирной территорией. Именно они сообщают ремонтникам об обрывах на линии электропередач, доставляют воду и продукты. В воду не увозят где-то с июля месяца 2014 года. Свет то есть, то нет. В 2015 году вообще девять месяцев света не было. Как идут бои хорошие, то света нет. Сергей Петрович уже на пенсии. Раньше работал на шахтах, со стороны которых год назад и обстреляли дом его брата. И хотя в селе нет военных, снаряды боевиков сюда прилетают. Вот последнее. Вот это вот они мне прислали. Четыре штуки на крышу, на той. Одна перед окнами, другая с той стороны. Перед окнами стекол нет. Одна граната вот, другая вот тут над пилорамой. По подсчетам Сергея, до Горловки идти пешком два часа. Правда, после того, как начались бои, дорога туда закрыта. По расчетам военных, Горловка на расстоянии полета пули. Утес работает или ДШК. Отсюда не видно, с той стороны. Там терриконы четыре штуки идут в ряд. Оттуда работали позавчера по нам с утеса. Отличается. 7,62 от 12,7. Ну, оторвет полтула еще точно. Ночь уже периодически из села Шумы и позиций военных перед ним наемники накрывают минами. У них там, скорее всего, хорошо организована взаимодиа. Техника, которая может быстро подвести, быстро уехать. А стреляли, свернулись, уехали. Мина. 82-я. А, вон, кусочки еще есть. Вот такая гадость прилетела. Вот это она здесь. Вот этот гараж был весь белый, как побелили. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Занецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Депутаты Европарламента сегодня приняли резолюцию об украинских политзаключенных в России и ситуации в Крыму. В ЕС напомнили, что государство, которое фактически контролирует аннексированный полуостров, обязано соблюдать права человека. Евродепутаты призывают Москву открыть доступ для экспертов и наблюдателей из ОБСЕ и ООН, а также освободить всех незаконно заключенных украинцев. При этом в Брюсселе отметили, что признают территориальную целостность Украины и обеспокоены продолжающейся милитаризацией Крыма со стороны России. Евродепутаты, наверное, очень бы удивились, узнав о ноу-хау прикарпатских дорожников. В Коломые строители так спешили освоить государственные деньги, что переплюнули даже чикагскую мафию. Они, правда, закатали все не в бетон, а в асфальт, болото, люки и даже ливневку. О передовом опыте автодоровцев наш сюжет. Капитальный ремонт улицы Старийского в Коломые начали по украинской традиции. Среди зимы, как раз накануне Нового года. Спешили освоить бюджет. Перед Новым годом сыпали на болото, шутрували и сразу в ночи, это делалось в ночи, сразу покрывали асфальт. Ну, смешно, просто, наверное, нужно было деньги закатать, и так оно и сделали, скоренько. Закатав асфальт поверх болото, строители уехали. А пенсионерки Марии Иванюк, чтобы освободить проезд к собственному дому от бетонных блоков и строительного мусора, пришлось нанимать рабочих за свой счет. Я вот тут наймала людей, чтобы меня отсунули, вот видите, у соседа, вот так у меня было, как у соседа. Но просто до меня дети приехали, мне нужно было, то я же могла платить гроши. И тут майстрам тем, что это выкидали, трактору, и я сказала, что давайте проходим. Мы это заберем, это скоро заберем. Разрытые пешеходные дорожки, это еще цветочки. Строители умудрились похоронить под асфальтом все канализационные люки и даже ливневку. С той стороны параллельно мала бы быть ливневая канализация, есть дырка заложена каменем. И где ее чистить, люки мы не видим. То есть, соответственно, они должны быть на этой дороге люки, которые бы могли бы услуговывать и канализацию, и водопровод. Нет. Я думаю, что они закатаны под асфальтом. А вот бордюры установить забыли. Без них асфальт уже расползается и трескается. Капитальный ремонт на улице Старийского и еще на двух, от Аманюка и Мицкевича, делала некая фирма Евсон Черновцы. Деньги на это выделяли из облбюджета. Но проконтролировать строителей чиновники то ли забыли, то ли не захотели. Я вернулся в областную администрацию под час выполнения работ. То есть, под час того, когда асфальтовокладчик асфальтовал дорогу, я сделал зауважение дорожникам Евсона, почему вы ассальтуете люки. Я вернулся в письмовый порядок до руководителей области. Ответ мне не дали. Письма от коломийских чиновников в областном департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства видели. И уверяют, что даже читали. Но вот проверять почему-то не стали. Я очень слабо верю в то, что бы делали такие вещи, чтобы клали асфальт безусловно было. Реагировали в телефонном режиме, безусловно связывались с руководителем. И наголошили ему на то, что он вел и проводил работы качественно. Чиновник уверяет, фирма Евсон Черновцы обязательно устранит недоработки. Но хватит ли денег? Ведь на капитальный ремонт трех улиц общей протяженностью всего полкилометра чудо-строители потратили 90% от сметы, более 3,5 миллионов гривен. Данил Снисор, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. На Национальную академию медицинских наук нет денег. Госбюджет не может содержать десятки клиник узкого профиля. Из-за финансовых проблем в Харькове на грани закрытия оказалось единственное в стране отделение Института неврологии, где лечат детей с эпилепсией. Подробнее наши корреспонденты. Настю с рождения мучили сильные головные боли. Много лет врачи не могли поставить диагноз и найти причину недуга. Помогли здесь, в Харьковском институте неврологии. Теперь девочка может жить полноценной жизнью. Уроки, читать книжки. Вот мы тут, допустим, третью неделю, за это время значительно у нас улучшения. А шестилетняя Катя с родителями приехала на консультацию из Одессы. У нас симптоматическая эпилепсия. Слава Богу, мы сейчас уже подобрали лечение. У нас уже получше обстоят дела. Сейчас родители маленьких пациентов растерянности. Им заявили, единственное в Украине отделение, специализирующееся на лечении детей с эпилепсией, на грани закрытия. На содержание не хватает средств. По клинике нам необходимо было по минимуму 45 миллионов. Нам дали 16 миллионов. То есть это 35% от необходимого. Более того, если взять коммунальные услуги, тепло, электричество, вывоз мусора и так дальше, то нам дали ноль. Медиков перевели на четверть ставки. Принимать пациентов специалисты будут всего два часа в день. Многие уже готовят заявление об увольнении, ведь прожить на четверть зарплаты нереально. Уходит и лаборантский состав, очень квалифицированный, сестринский состав. Кажется, что это легко найти квалифицированную сестру. А вот мы знаем, что такое прокапывать, например. Просто поставить ребенку, в общем-то, не очень спокойному и не очень здоровому, в общем-то, что значит ему поставить капельницу. Родители в отчаянии, ведь лечить детей со сложными непрологическими заболеваниями больше негде. Этот заклад, он с 22-го года, и закрывать такой заклад, ликвидировать или уменьшить его финансирование, это просто неможливо этого делать. Это просто убийство детей и даже целых родин, в которых есть дети. Харьковская облах администрации говорят, финансировать учреждения министерского подчинения не имеют права, да и лишних денег в бюджете нет. Помочь именно финансово мы не можем. Мы вышли с инициативой и на Академию медицинских наук, и на Министерство здравоохранения с тем, чтобы этот вопрос доработать. В аналогичной ситуации еще 8 харьковских мединститутов и десятки в других регионах. Все в подчинении Академии медицинских наук. Там нам сообщили все проблемы из-за отсутствия средств в госбюджете. Первые месяцы дефицит по зарплате ученым-медикам перекрывали из резервного фонда на второе полугодие. Сейчас, чтобы не допустить ликвидации клиник, пытаются выбить деньги. Ведут переговоры с Кабмином, в частности с Минфином. На следующую неделю намечена очередная встреча представителей Академии с чиновниками. Пациенты же и сотрудники Харьковского института неврологии собирают подписи под петиции президенту. Просят сохранить отделение. Если за три месяца наберут 25 тысяч голосов, обращение рассмотрят. Впрочем, не факт, что это поможет найти деньги в бюджете. Ирина Исаченко, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Страдают и украинские учителя. В Харьковской области у педагогов Циркуновской средней школы просто взяли и отобрали землю. Учителя сами выяснили, их участки оформили на новых собственников. Чиновники местного госземагентства говорят, что это ошибка, исправить которую они не могут. В перипетиях земельных отношений разбирались наши корреспонденты. Татьяна Петровна преподает информатику. Еще в 2003-м учителям Циркуновской школы сельсовет выделил по 60 соток земли для ведения сельского хозяйства. Местному математику доверили оформить акты на землю. Но прошлой осенью после сбора урожая на своих наделах педагоги обнаружили вот такие столбики. Люди пошли разбираться в госгеокадастер. Оказывается, номера их земельных актов по новым законам нужно зарегистрировать еще и в электронной базе. Но сделать это смогли не все. И тут выяснилось, что 28 учителям нашей школы могут отримать регистрацию и землю, а 7 учителям отримать не могут. В 2015-м уже были выданы на нашу землю акты другим человекам. Это люди из Луганска, Миреуполя, Полтавы. Учителей отобрали в общей сложности 4 гектара пахотных земель. Их разбили на участки для строительства дач и даже дорогу проложили. Возмущенные учителя пошли оббивать пороги различных инстанций. Чиновники районного госгеокадастера даже признали свою вину. Дескать, ошибочка вышла. Просто сказали, что это наша ошибка, но решить вашу проблему мы не можем. Это не наша компетенция, это идет в суд. Доказать, что землю селянам выдали законно, можно было предоставить решение 14-летней давности. Но из архива документы чудесным образом исчезли. Это, конечно, коррупция, но нам говорят, что мы попробуем доказать. А как довести? За разъяснениями мы отправились в районное управление госгеокадастера. Нас встретила замначальника. Руководителя сейчас нет на месте. Я не уполномочена давать интервью. В прокуратуре открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками госгеокадастера. Суд должен наложить арест на учительские земли, чтобы новые собственники не смогли их перепродать. Педагоги сдаваться не собираются. Говорят, дойдут до европейского суда. А строительную технику не пустят. Готовы даже вырыть ров на пути к своим огородам. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. Не дня без скандала во Львове. Там на взятке поймали начальника одного из СИЗО. За какие услуги полковник брал деньги и в какой ипостаси он теперь вернется в СИЗО? Выяснила Галина Якушко. 54 тысячи гривен полковник Гальчишак потребовал от жены одного из заключенных. Женщина просила выдать справку о том, что ему уж тяжело болен и лечение в условиях изолятора СИЗО невозможно. Но предоставлять такие документы бесплатно начальник СИЗО, видимо, не привык. При передаче взятки сотрудники военной прокуратуры задержали чиновника прямо в кабинете. В СИЗО Гальчишак проработал более 20 лет. Из них 12 занимал руководящие должности. При обеске в кабинете прокуроры нашли в сейфе еще 6,5 тысяч долларов и 600 евро. Полковник заявил, это его личные сбережения. Но вот бывшие сидельцы рассказывают, коррупция в изоляторе в порядке вещей. И такую сумму начальник мог собрать за несколько дней. От того, чтобы переселить с одной камеры в другую, певные деньги принимались. За то, чтобы передавались передачи принимались деньги. За належное ликование тоже были деньги. И фактически все сферы зачепили, чтобы улучшить условия. Генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в фейсбуке тоже опубликовал фотографии обыска в кабинете полковника. И сообщил, поскольку взяточничество в пенитесарной службе массовое, то уже скоро ведомство сложат кадровые чистки. А пока в СИЗО начались проверки. Что же касается самого Гальчишака, взять его под стражу не удалось. Начальник СИЗО пожаловался на плохое самочувствие и традиционно в таких случаях отправился на больничную койку. Теперь следователи ждут, когда же здоровье позволит избрать полковнику меру пресечения. Будут настаивать на аресте, но вернуться в стены родного львовского СИЗО даже в роли арестанта Гальчишаку не светит. Если его возьмут под стражу, то перевезут в следственный изолятор другой области. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. А из Лукьяновского СИЗО в столице сегодня должны выпустить под залог Романа Насирова. Информация об этом появилась ближе к вечеру. Сейчас у здания изолятора работает мой коллега Олег Решетняк. Олег, здравствуй, расскажи, выпустили ли Насирова, что сейчас происходит у здания СИЗО. Рассказываю тебе слово. Добрый вечер, Катя. Буквально час назад специальная антикоррупционная прокуратура заявила, что глава государственной фискальной службы Роман Насиров вот-вот окажется на свободе. По информации САП, одну из самых значимых в истории Украины сумм в размере 100 миллионов гривен внесла супруга главы ДФС Екатерина Глимбовская. Так вот, это значит, что уже буквально сегодня-завтра чиновник, которого подозревают в коррупции, уже может оказаться на свободе. Ну вот, во всяком случае, буквально полчаса назад, мимо журналистов, в здание Лукьяновского СИЗО, отказавшись от комментариев, вошли адвокаты самого Насирова. Но вот я также хочу напомнить, что сам Насиров ранее отказывался платить залог. Дескать, у него и у его семьи попросту таких денег нет. А вот сегодня такая громкая новость. И теперь выходит, что для чиновника Насирова 100 миллионов гривен сумма не такая уж и неподъемная. Катя, в принципе, это пока все новости. Мы продолжаем здесь работать. Студия. Олег, спасибо. Это был Олег Решетняк. Он продолжает дежурить возле Лукьяновского СИЗО. Скандалы вокруг крупных госчиновников возникают не только в Украине. В Великобритании, где сегодня королева дала зеленый свет Брекзиту, члены правящей консервативной партии стали фигурантами масштабного полицейского расследования. В чем обвиняют депутатов ТОРИ и что им грозит? Обо всем по порядку Светлана Чернецкая из Лондона. Рекордный штраф придется заплатить правящей консервативной партии Великобритании. 70 тысяч фунтов. Это более 2 миллионов гривен. Требует избирательная комиссия страны за нарушение финансовой отчетности по итогам предвыборных кампаний. Речь идет о довыборах депутатов в 2014 году и всеобщих парламентских выборах в 2015, когда партию возглавлял Дэвид Кэмерон. Консерваторов обвиняют в сокрытии платежей и неточностях в отчете. В частности, в итоговый финансовый документ не попал платеж на сумму 104 тысячи фунтов. Расследование избирательной комиссии длилось гораздо дольше, чем ожидалось. Все из-за задержек со стороны ТОРИ. Там не спешили сотрудничать со следствием. Комиссии даже пришлось обратиться в суд, чтобы заставить консерваторов содействовать. В партии настаивают. Это исключительно административные ошибки из-за пресловутого человеческого фактора. Никакого злого умысла не было. В любом случае, консерваторы выиграли выборы в 2015, получив абсолютное большинство в парламенте. Борьба с лейбористами велась почти на равных. Так что сейчас появляются вопросы, честно ли победили ТОРИ. Поэтому комиссия обратилась в полицию с подозрением на уголовное правонарушение со стороны казначея партии. Еще 12 полицейских служб по всей стране проверяют расходы отдельных депутатов на избирательные кампании. Если нарушения обнаружат, то возможны перевыборы на некоторых округах. ТОРИ же настаивают, все было законно и сетуют на требования избирательной комиссии. Дескать, не совсем понятно, чего именно хотят контролеры. Что касается штрафа, то они даже не беспокоятся. Ведь подобным наказанием уже подвергались соперники. Или и баристы, или и либерал-демократы. Правда, и тем, и другим пришлось заплатить сумму в три раза меньше. Не дошло дело тогда и до полицейских расследований. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Завтра не пропустите информационный вечер с Алексеем Нихманом. Я желаю вам хороших новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин